сегодня я покажу как сделать модный прозрачный френч с сухоцветами для начала все как обычно делаем маникюр здесь я кстати отодвигала кутикулу с помощью пушера в виде копытца с ним это сделать очень просто даже если налипшая кутикула ну а другой стороной более острой счищаю весь птеригий ну а дальше обрабатываю аппаратом алмазной фрезой сначала прохожусь по одной стороне а потом переключаю аппарат и прохожусь по другой стороне срезаю кутикулу ее можно срезать не на начальном этапе а в конце после моделирования ногтей после маникюра обезжириваем ногти далее приступаем к подбору верхних форм на этом кадре видим то верхняя форма более круглая а у меня зона кутикулы более квадратная поэтому ножничками можно просто подрезать зону кутикулы у верхней формы подобрала все формы по размеру и прям на верхних формах фломастером отмечаю линию будущего ногтевого ложа линии усов лучше не задирать потому что сам фредж будет прозрачный и чтобы не просвечивался свой натуральный ноготь ну а дальше подготавливаем ногтевое ложе к наращиванию на нашу дегидратор праймер далее наношу на все пять ногтей каучуковую базу в виде подложки и отправляю в лампу на одну минуту для ногтевого ложа я решила выбрать вот такой красивый камуфляжный гель едва заметной поталью и начинаю выкладывать гель в зону где у нас будет ногтевое ложе в зоне кутикулы лучше геля много не класть потому что при отпечатке гель может вытечь и получится затеки а их ой как не просто убирать также проверяем боковые стенки и промазываем там тоже гелем чтобы сократить время в работе этот этап можно сделать на всех 10 формах теперь ставим форму на ноготь под углом 45 градусов чуть отступают кутикулы опускаем форму и чуть-чуть отодвигаем кутикуле фиксируем фонариком далее смотрим на изнанку ногтя и поправляем гель если он немного вытек повторяем этот этап на всех ногтях изнанку кстати тоже можно присушить фонариком так гель не вытечет а время в работе мы сэкономим и после того как мы отпечатали все пять пальцев например можно отправить в лампу на полную полимеризацию после того как гель просушился снимаем верхние формы и тщательно обезжириваем верхние формы далеко не убираем оставляем их в сторонке в том порядке в котором отпечатывали на ногти эти формы нам понадобятся для выкладки френча и чтобы потом не запутаться какая верхняя форма какому ногтю подходит снимаем дисперсионный слой видим что натуральный ноготь немного просвечивает пугаться не стоит в дальнейшем мы просто немного его затонируем ну а далее приступаем к пилу ногтевого ложа сначала опиливаем одну боковую сторону потом другую в этих местах нужно быть предельно осторожным бы ни в коем случае не спилить линии в роста пилка при этом должна находиться под углом чтобы образовался такой небольшой скошенный край при этом если смотреть сверху линия ногтевого ложа должна быть четкой и ровно заодно проверяем пропорции и симметричность линии улыбки теперь подготавливаем сам френч берем сухоцветы любых цветов и смешиваем с прозрачным моделирующим гелем аккуратно укладываем сухоцветы с гелем верхнюю форму укладываем лепесточки равномерно в зону френча наносим прозрачный гель чуть выше линии где мы отмечали линию ногтевого ложа слой геля в этой зоне должен быть не слишком толстый но и не слишком тонкий также не забываем проверять боковые стенки а теперь отпечатываем точно так же как и в первый раз ставим форму под углом 45 градусов прижимаем и подносим к фонарику переворачиваем пальчик и проверяем все ли у нас там в порядке если геля где-то недостаточно то добавляем после этого отправляем лампу на полимеризацию снимаем верхней формы с ногтей и видим что они практически уже готовы осталось обезжирить и немного подпилить по форме подпиливаем торец а также боковые и нижние параллели после того как мы отпечатали прозрачный гель его множе остаются такие неровности поэтому их лучше зашлифовать бафиком ну а заодно пройтись по краю ногтя чтобы топ у нас не скололся дальше алмазной фрезой проходимся и убираем ступеньку если был какой-то большой затек то убираем фиссурной фрезой а также этой фиссурной фрезой убираем некоторые неровности с изнанки обезжириваем ногти и приступаем к тонировке небольших просветов в ногтевом ложе берем тот же самый гель которым выкладывали ногтевое ложе и начинаем тонировать там где у нас небольшие проплешины делаем это небольшим слоем тут объемы не нужны просто этим гелем прокрашиваем недочеты которые появились просушиваем в лампе стираем липкий слой и остается только немного забафить загладить поверхность после этого тщательно обезжириваем уделяя особое внимание изнанке там пыли не должно быть покрываем ногти топом сушим и проходимся пилкой придавая четкость ногтям фрезой шар проходимся по торцу чтобы он был тонкий и ровный еще раз обезжириваем изнанку и наносим топ просушиваем лампе и любуемся результатом получились такие весенние ногти а прозрачный френч придает легкости и невесомости ногтям а в этой технике сделать подобный выкладной френч не составит и труда как вам такой вариант френча пишите в комментариях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова